Латвия сегодня собак, русских и белорусов мы не обслуживаем, но больше ведь никого нет. Привет! Перечеркнутые знаки собаки, а также российского автомобильного номера и белорусского. Тут же некий странный мужчина, который держит палец вверх, мол, как же это классно. Оказывается, речь идет об Андресе Виттлсе, латвийском политике. В некоторых СМИ его называют бывшим политиком. Именно он и выложил в социальных сетях фотографию, как пишут комментаторы с абсолютно русофобским баннером. Но умиляет в кавычках то, с каким восхищением латвийские СМИ печатают эту новость. Отмечается, что этот плакат стал настоящим местом паломничества. Якобы многие тоже хотят здесь сфотографироваться. Браво написал и сам политик Андрес Виттлс из консервативной партии, как кое-кто вычислил. Он активно поддерживает идею дерусификации Латвии. Кое-кто из комментаторов отметил, что такие плакаты должны быть нормой в Латвии, Центральной Республике Прибалтики. Андрес Виттлс тут же предложил этому комментатору совместно поработать над данным вопросом. Впрочем, более трезвые комментаторы напомнили, что въезд с российскими номерами в Латвию давным-давно уже запрещен. Машины с белорусскими номерами тоже оказались под запретом. Так в чем же сыр-бор, недоумевают комментаторы. Ведь все запрещено. Какой смысл вывешивать такие странные плакаты? Аналитики говорят, что просто Андрес Виттлс решил, наверное, вернуться в большую латвийскую политику. Русофобия сейчас лучше всего продается. Как уверяют латвийские СМИ, большинство комментаторов поддерживают Виттлса. Мол, посмотрите, нет ни одного отрицательного отклика. А значит, жители Центральной Республики Прибалтики просто в восторге от поста Андреса Виттлса. Хотя в действительности это вполне может быть и не так. Ведь все отрицательные отклики он мог попросту убрать. Некоторые комментаторы как раз пожаловались, что их мнение почему-то не видно. На других сайтах, которые перепечатали новость, комментаторы выражались уже вполне открыто. Ну хорошо, собак русских и белорусов вы не обслуживаете. А кого тогда? Посмеялся некий Андрей. Зачем вы обижаете собачек? Посмеялась Светлана. Режанка Наташа вспомнила пословицу «На зло бабушке отморожу уши». А можно также на зло бабушке еще приложить язык к ледяной поверхности. Добавил Василий. А еще язык был показан русским продуктом питания. По словам Екатерины, в Риге, столице Центральной Республики Прибалтики, уже показали язык и русскому газу, и русской нефти. Но возникает закономерный вопрос, кто же от этого всего выиграл? Андрис Витлс в экстазе, что люди не приедут в кемпинг Пуккаракс. Так кто от этого больше всего пострадает? Как раз этот кемпинг и пострадает, ведь им нужно платить и зарплату, а также оплачивать различные услуги, в том числе коммунальные. Увы, Латвия давно уже пилит сук, на котором сидит. Так считает Светлана из Юрмалы. По ее словам, сейчас лето в самом разгаре, на дворе июль месяц. А где же толпы западных отдыхающих? Как писали, они буквально заполонят Латвию, как только она станет свободной и независимой. Ура, посмотрите, сколько места освободилось, ведь неугодных россиян и белорусов не пускают. Но, как мы видим, больше Рижское взморье особо никого не интересует, посетовала юрмальчанка Светлана. Она даже пошутила, что, мол, собаки первыми пострадали, их давно уже в Юрмалу не пускают. И вот теперь дошла уже очередь до русских и до белорусов. А некий Алексей разместил вот такую карикатуру, когда караван идет в правильном направлении, собаки, как правило, лают особенно громко. Ну, понятное дело, речь идет об известном выражении «собака лает, караван идет». По его словам, он в свое время довольно часто приезжал отдыхать в Прибалтику, а сейчас выбирает другие направления. «Я прекрасно отдохнул в Турции и заплатил намного меньше, чем в Латвии», поведал Алексей, который, по его словам, провел отдых в Анталии. Даже сами рижане сетуют на то, что Домская площадь в центре старого города совершенно пустая. «Некий Максим работал когда-то в Риге барменом, а сейчас перебрался в Туманный Альбион. А что мне делать в Риге? Одной русофобии сыт не будешь», – подчеркнул Максим. Кстати, по его словам, он гражданин Латвии. «Оказывается, в Великобритании проживают десятки и десятки тысяч бывших латвийцев. Получается, что они только числятся в Латвии, а живут где-то совсем в других местах. Кстати, у нас в Лондоне есть улица Московская, и никто ее переименовывать не собирается», – подчеркнул бывший рижанин, а ныне житель британской столицы. По его словам, такие плакаты, что, мол, собакам русским и белорусам ход воспрещен, в Англии просто немыслимы. «Но, видимо, в Риге это официальная политика», – посетовал гражданин Латвии. Конечно, в нормальной цивилизованной стране Андриса Витлса давным-давно бы уже наказали, но в Латвии русофобские высказывания «стали уже настоящей нормой», – написал комментатор по имени Виталий. Итак, много уважаемых зрителей, вы спотвели очередной 316 выпуск новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды» на канале МартЛайф. Тема такая – «Латвия сегодня, собак русских и белорусов мы не обслуживаем». Хотя, как пишут комментаторы, больше желающих и нет вовсе. Как всегда, много уважаемых зрителей, напоминаем, что вы находитесь на канале МартЛайф. У нас много видео на самые разные темы. Смотрите, отсылайте друзьям и знакомым. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Кроме того, задавайте нам вопросы, мы обязательно на них ответим. А на сегодня у нас все. До следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok